Ребят, в мире современного автомобилестроения наступают удивительные времена. Все ключевые игроки рынка сконцентрировались на экологии и на инновациях в сфере электрокаров. Никто не хочет провтыкать момент, как это в свое время случилось с компанией Кода. При этом в мир электрокаров суются не только именитые концерны, но и частные, но очень гордые разработчики. Встречайте первый украинский электрокар Химер. И название, согласитесь, подобрали удачненько. Машинка таинственна и загадочна, и как будто вобрала в себя все лучшее от самых популярных моделей современных спорткаров. Если пытаться проводить параллели, то в местном дизайне можно найти многое от Bugatti Veyron, по крайней мере верхней и задней части. Есть тут элементы, которые явно отсылают нас к произведениям от концерна Lotus, у которых, кстати, уже тоже есть свой элемент. Электроспорткар. Но, как это ни прискорбно, но больше всего Химера похожа на Лада Рейвен, концепт суперкара от АвтоВАЗа, который представили еще в 2014, и с которым все кажется давно заглохло. При создании автомобиля мы обратились к древнегреческим легендам. Его мощный вид, его агрессивность в деталях, его изгиб очень схож с древнегреческим существом под названием Химерой. Придают мистичности и полностью затонированное стекло. Впрочем, сделали это не в угоду дизайну, а просто для того, чтобы зеваки не разглядели в салоне чего лишнего. То, что привезли на выставку New Cars Fest, это прежде всего прототип, в самом худшем понимании этого слова. Есть огромная вероятность, что особых внутренностей именно в этой машинке вообще нет. А самые внимательные зрители успели обнаружить, что колесная база данной Химеры собрана чуть ли не из картона. Но пока мы тут с вами прикалываемся, в Европе на закрытых испанских полигонах уже проходят тесты две полноценные машины. При этом одна из них на бензиновом двигателе. Разработчики вообще готовы идти клиентам навстречу и оснащать Химеру любыми дополнительными удобствами. При этом рассчитывают выйти на производственный цикл 10 авто в год. Цены стартуют от 700 тысяч евро. И по заверениям создателей, первые 10 заказов они уже получили. А первые готовые машины должны увидеть свет уже в конце 2017 года. Собираться все они также будут в Испании. Что касается технических характеристик, то машинка готова действительно порадовать своих владельцев показателями разгона и максимальной скорости. А вот что действительно поражает, так это заявленный запас хода в 750, а в потенциале и до 1000 километров на одном заряде. А это на секундочку будет рекорд на рынке и заявочка на то, чтобы хорошенько этот рынок перетрухать. За все эти дела будет отвечать какая-то хитрая система с четырьмя электродвигателями, каждый с собственными контроллерами управления. Но делать точные выводы по Химере пока рано. Никто кроме создателей не видел ее на серьезной скорости. Никто из обычных смертных не видел реальных тестов этой машины. Этот проект может стать как величайшим электрокаром современности, так и очередным стартапом-разводиловым. Ну, то есть нам понятен прицел творцов на европейский рынок, но Химера два дня стояла на автомобильной выставке в Киеве, и за эти два дня пообщаться с ее креаторами нам так и не удалось. Да и вообще, если откровенно, на контакт они не особо идут, и это наводит на определенные мысли. Но мы, конечно же, надеемся и верим, что Химера станет новым витком в истории украинского автопрома, пусть и ручками частных предпринимателей. А что думаете вы об этом творении? Пишите в комментах. Если же хотите видеть больше эксклюзивных видео от нас, обязательно подписывайтесь на канал. А напоследок немного дрифта и немного настоящих непластилиновых авто. Субтитры сделал DimaTorzok